Первый вопрос на сегодня. Был ли пророк Мухаммад неграмотным? В зависимости от того, что мы подразумеваем под грамотностью, если мы подразумеваем под грамотностью умение писать и читать, то само собой его святый спасанник Аллаха умел писать и умел читать. И поэтому с этой точки зрения он является грамотным. Но если мы под грамотностью подразумеваем, имел ли он образование, ходил ли он в школу, обучался ли у каких-то знающих людей, что-то вроде школы, университета, религиозного какого-то образования и так далее, то, естественно, само собой у посланника Аллаха, подобного образования, конечно же, не было. И когда Всевышний о его святлости, в священном Коране говорит «Те, которые следуют за посланником, который является умми». И смотрите, как этот аят священного Корана переводится. Это 157-й аят 7-й суры. Один из переводчиков перевел этот аят следующим образом. «Которые последуют за посланником, неграмотным пророком». «Расулян набияль уммия». То есть посланником, который является пророком и является неграмотным. Так перевели, как неграмотным. Неграмотным. И здесь даже есть толкование. Подразумевается, что неумеющим, неумеющим, то есть в скобках, неумеющим читать и писать. Но это совершенно неверный перевод. Нельзя умми, слово умми, переводить как неграмотный. Потому что грамота — это умение писать и читать. Когда вы говорите, что его святость, посланник Аллаха, является неграмотным, вы утверждаете о том, что он не умеет писать и читать. Но умми означает совершенно другое. Умми означает человека. Умми — это человек, который не обучал сознания. Умми — это человек, который не обретал от своей среды, не впитывал в себя из среды какие-то нравственные качества, какие-то духовные качества, какие-то культурные какие-то элементы. Не впитывал из своего окружения какие-то культуры, какие-то понятия, какие-то качества, какие-то привычки. Умми — это человек, который ничего не впитывал, ничего не получал из своего окружения. из той среды, в которой он вырос, из того общества, в котором он вырос. Это умми. Но так как его святлость, посланник Аллаха, является наилучшим из творений, является наизнающим из творений Аллаха, то, конечно же, его святлость, посланник Аллаха, является грамотным, он умел писать и читать. И относительно этого от наших непорочных имамов по этому поводу имеются предания. Например, от его святлости, имам Риде, что он умел читать и писать. Если кто-то говорит, что посланник Аллаха не умел читать и писать, то он наговаривает на посланника Аллаха, говорит ложь. И в одном из аятов Священного Корана Всевышний говорит, то есть ты до того, как получить откровение, ты не читал книгу, не изучал книги и не писал своей рукой что-то, не переписывал какие-то тексты и не писал какие-то тексты. И когда речь идёт об уме, речь идёт именно об этом. Но наряду с этим, вместе с этим, его святлость, посланник Аллаха, является наилучшим из творений. И сам Всевышний в Священном Коране говорит, «Халь яста виллядина я алямуна валлядина ла я алямун». Разве подобны, разве равны те, которые знают и те, которые не знают? И если вы умеете писать и читать, если вы знаете что-то, а посланник Аллаха саллаллаху алейки и вальсам этого не знает, то как он может быть наилучшим из творений? И, конечно же, сам Всевышний в Священном Коране также говорит, «Ва назальна алейки али китаба тибьянан ли кулишей» «Мы не спасла ли тебе откровение разъяснением всякой вещи?» «Всякой вещи, разъяснением всякой вещи». То есть Коран является разъяснением всякой вещи. И именно посланник Аллаха саллаллаху алейки и вальсам в отличие от всех нас является тем человеком, который знал Священный Коран полностью, от начала и до конца. И все глубинные смыслы Священного Корана были доступны его светлости посланнику Аллаха саллаллаху алейки и вальсам. Как такой человек может быть неграмотным? Поэтому нужно быть внимателем. Умми не переводится как неграмотный. Умми переводится как тот, кто ничего не впитывал. И умми не означает, не имеет прямого отношения к Знаниям или его отсутствию. Умми имеет отношение ко всему, ко всему, что впитывает человек. А посланник Аллаха саллаллаху алейки и вальсам, помимо того, что даровал ему Всевышний и Знаний, и духовных качеств, нравственных качеств, и так далее, ничего не впитывал от людей, ничего не обретал от людей, ничего не перенимал от людей. Умми означает именно это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok